Я зацепился, и сейчас я говорю, ну покажите, где я солгал, больше ничего нет у вас. Ну покажите, где я солгал, я каждый день уже солгал. Повтори, пожалуйста, насчет бесовской лжи, вот сейчас ты говорил только что. Ну ты сейчас только, ты прекратил сейчас съемку, я хотел еще разговаривать, а ты быстро ты, почему? Тебе не понравилось, вот в чем дело. Там, где тебя обличают, тебе не нравится, и ты сразу прекращаешь, все, хватит, все, пошел. Потом ты еще делаешь одну вещь, мы разговариваем с Виктором Николаевичем, ты там тихоря раз, как будто с КТ-камерой там, тебе то есть интересно заснять что-то такое, чтобы Романа Малыша выставить дурно всереть и потом хихикать. Ты ползнул шею постоянно и подхихикивал такой, понимаешь? Подхихикивал. Ну тебе бояться, что ты справся, да? Роман, ты уже от обиды эти слова. Причем, это не от обиды, это обличение уже, понимаешь? В каком ты, в каком состоянии? Нормальное состояние, что? Ну, в нормальном, да зачем тогда ты это говоришь? В нормальном трибуке. Зачем я обличаю? Ну, он, слушай, как же. Ты сначала, как говорит Писание, что из глаза, говорит, у себя там бревна. Так оно только ко мне относится, а к вам нет. Да ко всем относится к нам, ну, дорогой. Написано в Писании, обличающий человека после найдет большую приязнь, чем тот, который слестит языком. Аминь. А еще написано, есть обличение не к месту, есть там разные места Писания обличения. У него постоянно есть разные какие-то места. Так есть разные места. Вот ты на ползунного шесть, мы жили, ты собираешься в туалет, и написано, услышишь первый призыв, беги. То есть ты к замнице вот эти туалеты, места Писания, понимаешь? Это сектанство чистой воды. Поэтому он станет меня, брат, и не... Ну, сейчас мы с каждым условом будем цепляться, ну, дорогой, ну, сколько мы другую найдем? Будет ли... Ты только что цитировал недавно про любовь. И что... И сейчас... Я цитировал про любовь. Я не говорю, что я достиг такой истинной любви. Я цитату делал для всех. Не говорю, что он прав. Это касается всем. Всех, понимаешь? Я приму, не всем касается. Я об этом... Я вообще говорю, примите меня такого, как я есть. Потому что иначе, понимаешь, такого, как я есть, полностью. Я в храме, я в храме с тобой стою. Я в истине, понимаешь? Это главное или нет? То, что просто в храме, это уже в истине. Это еще ничего не говорит. Святитель Иоанн Златоуст в одной из бесед говорит, что вам не поможет в последний день, если вы ходите в храм. Ничего себе. И то, что даже поститесь... Да, Господи, мы же стараемся. По дню, по два, по семь не едим. А поможет что? Я сейчас выслушаю. Это уже проявленная атака. У тебя дальше будет глубокая такая, не то, что даже, ну, может, обида или ожесточение. Нет, у меня обид. Все разные, разные. Ты это уже сколько раз повторяешь? Ты видел сейчас это видеоролик, когда я приехал в это? Ну, на Ползунова приехал. Ты видел, как мы с Игнатьем Тихонович, как он встречал? Ты видел, как мы обнялись? Он меня бесноватым вызывал. У меня нет гордыни, понимаешь? У меня нет обиды. Я знаю, что я вот сказал. Если я вижу, что я, например, неправду, я стану на колено и попрошу прощения. Да, я здесь на косячку. Простите меня, брать. Вы что, есть, да. Мы очень разные. Отношения к людям разные. Я вот об этом говорю. Да ты уже столько раз этот роман говоришь. А тебе не нравится это? А почему? А ему возговорил, как он так. Тебе не нравится, нравится. Я при чем не знаю. Он как Дебуно. Даже сейчас в каком состоянии. Как брат, как Игорь Дебуно. То есть у него такая. То есть я сейчас скажу, сразу взлетает. Как Дебуно. Ну, успокоен. Что ты? Игорь тоже брат у Христа. Тоже брат, конечно. Да, и свои положительные, отрицательные у него есть. Как у каждого из нас. И что? Я его что, должен теперь отрицать или что? Я же тебе сказал, что отрицательный? Ну. Я обличаю, что вот похожий. Зачем приликать? И он сразу, смотри. Он сразу меня обозвал. Вот еще одна вещь. Ты сейчас только свое я отстаиваешь, Роман. Больше ничего. Один почерк есть такой. То есть сразу обзываются. Почему? Я никого не обозвал. Ну, и что? Единственное, что вот почерк оставил. Почерк все танцы. Да не хватало. Я тебя сейчас забамблю стихами. Роман, ты сейчас только свое я отстаиваешь. И все, больше ничего. Там, нет, что-то там не додали. Это ты так видишь. Ты так видишь. Ну, понимаешь? Брат, скажи. Потому что, знаешь, почему ты так видишь? Потому что ты думаешь просто про себя. И ты так видишь. Вот, чё делал. И он думает про себя. То есть, понимаешь? Дальше. Вы самолюбый. Вот, чё делал. Вы самолюбый. Вот, самолюбие. И поэтому вы видите в этом омне. То есть, вот, ты про себя, ты про своего я. А, понимаешь? А дела ваши. Все ваши дела. Я пожил с тобой. Я пожил с ним. Мы тоже разные между собой. Но дела ваши показывают, что вы любите себя очень. Очень. И вы это увидели во мне. А я никогда не сказал. Будем исправляться. Брат, я тебе не сказал, что я. Я тебе ни разу не сказал, сколько мы жили. Я тебе не сказал. Это ты уже начал говорить. То есть, он сразу на личность бросается. Ты только своё я ставишь. Больше ничего нет. Наверное так. Очень хитрый и лживый. Роман, вот эти слова, что примите меня, каков есть. То есть, не трожьте моё я. Вот это что означает? Вот с этой ложью ты погибнешь. Тебе говорили многие уже об этом. Ну, вы же прозорливые старты. Которые ты... То есть, для всех стартов отрицательств, потому что вы прозорливые. Ты сейчас высказал, я тебя выслушал. Ты мне не доверяешь. Ты много раз меня в этом обвинял, а сам же в это впал. Ты с этой ложью погибнешь. Остановись. Тебе уже много раз говорят, говорят, и ты не слышишь. Да ты что? Я говорил тебе, что будет 7 миллиардов Игнатия Тихоновича и Лапкиных, и будут говорить мне. Роман, земля, шар. А я не приму. Я тебе это уговорил. Не ёльничай, не ёльничай. 7 миллиардов там, Лапкиных. Ну, я, воображение просто включаю. Что ты делаешь? Вы что? Вы пришли к Игнатию Тихоновичу, братья, понимаете? А я пришел к Господу своему Иисусу Христу. И я смотрю выше Игнатия Тихоновича. Вот чем дело, понимаешь? И если Игнатий Тихонович говорит что-то не так, я ему скажу. Игнатий Тихонович, вот я здесь не согласен. Если он меня спросит. И то, что все мои несогласия, я их привез сюда. До того, я приехал сюда. Со всеми этими несогласиями еще я в Подмосковье жил. Вот чем дело. Это не изменилось здесь, понимаешь? Это не здесь у меня появилось. Я с ними приехал. Я сейчас ты видел, я приезжаю, я его обнимаю. Мы настоящие братья. Потому что у нас есть любовь. А у вас этого нет, вы чужие, вы другие немножко. Мы с тобой не обнимались что ли? Или что? Или должны сейчас как Леонид Брежнев много раз обниматься? Даже после того, что мы, например, где-то спорим, где-то это. Да, мы обнимаемся. Я прощения у тебя прошу. Я прошу. Мы живем. А что? А что значит? Но если обличение надо принимать, для того, чтобы привязь принять. Знаешь? Привязь. Ну, ты одно и то же говоришь. Такую еще любовь, что я еще думал? Я тебя сюда принял. Еще что? Я тебя о чем говоришь? Ты ничего. На золотой кровати. Я тебе благодарен. А зачем ты? Ты терпишь меня. А ты меня в самолюбии только что обличаешь. Ну, обличить надо. Ну, ты же меня обличаешь. Ну, я тебя принял сюда. Я принял. Ну, так. Это значит, что ты уже... Ты, смотри. Такое, как бы сказать, даже нагловато это, брат. Ну, лучше даже. Ну, смотри, я тебе благодарен. Я даже... Я не обличаю. Ты даже с меня деньги не берешь, понимаешь? Я хочу чем-то обглавить. Ты щедрый человек. Это не говорит, что я тебя не должен обличать, правильно? Или ты должен... Я пришел, и все. И я уже здесь должен тише воды, ниже травы, там где-то. И слова не должен сказать. И то, что ты скажешь, я должен делать, как ты. И быть таким, как ты. Или как я должен себя вести. Может, пройдет время, если этот ролик сохранится, ты потом посмотришь на себя, скажешь, как же так это я говорил, зачем это? Если Господь такое даст, прозрение так сказать. Ты сейчас только свое яд ставишь. На него там, на меня стрелы мя. А что обличать? Да, милый мой-то, мы все гораздо обличать, но... Но вы не удерживаете обличение? Не очень там... Я что, не вижу, не видно, что я не удерживаю обличение. Никита Анатольевич вообще не удерживаю. Прошу. Сейчас разговор ни о чем. А сейчас сатана вот так вот крутит, 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 крутит. Ну да, меня закрутил сатана, я во лжи. Короче, я погибший уже. Я прописан в аду. По вашим мехам, да? Ну понятно. Вы достигли высоких духовных... То, что ты вчера вот даже говорил, ты, говорит, как попугай повторяешь слова Игната Тихонича. Но так разобраться, а ты не как попугай. То, что в интернете человеческое блевотино, измышление, все стороны, говорит, пророк наполнены блевотиной. Потому что Слово Божие там не звучит. Вымыслы человеческие ненавижу. Он снимает тоже самое. Я сейчас говорю Слово Божие, зачем ты перебиваешь? Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Все столы, говорят, наполнены отвратительной блевотиной. Зачем эту блевотину из интернета? Зачем ты глотаешь? Занимайся Словом Божиим, трудом. Может быть, Господь даст все это из тебя. Выйдет потом. А ты принимаешь за чистую монету. Вот святитель Иоанн Златоуст объясняет. Я кинули все. Я знаю, что это дух. Если я даже тебе сейчас это объясню, ты на другое перейдешь. Скажешь, а вот с толпы объясните, к примеру. Я знаю, что это дух, который вводит тебя вокруг да около. Ты не ищешь истины, а ищешь своего утверждения. Своего я. Вот она, опасность где. И даже может, я тебе говорил уже, может где-то ты и понимаешь уже, что в чем ты не прав. Но уже назад не отступишь. Я свое. Вот она самолюбие. Я. Поэтому отвергни себя. Вот эта первая ступенька, это не только в плоском, это и в своих убеждениях, в идеях. Ну, и что, и слушать Игнатия Тихоновича? Мировоззрение. И как говоришь, ты как попугай. А зачем ты это судишь? Ты пришел к Игнатию Тихоновичу, и он пришел. А я не пришел к Игнатию Тихоновичу. Вот в чем дело. У нас разница с вами большая. Я верую в Господа Иисуса. Весь почерк этот. Но это хорошо, что ты пришел. Это хорошо, что он пришел в таком возрасте. Игнатия Тихонович постепенно его научит. Зачем-то... И он потом придет к Иисусу к Христу. Понимаешь? А у меня немножко другой путь, Господь для меня устроил. Другой. Иначе, немножко иначе, как вы. Иначе. Вот смотри. Разговариваем мы с Паченко и Володей. Володей говорит, У Никиты... У него же дом сейчас есть. Ты знаешь, что дом у него есть? Потеряйте. Да, конечно. У Никиты говорит, есть деньги, но он не хочет влаживать в дом, потому что он еще боится, что у него отношения с Игнатием Тихоновичем расстрелятся. И он уедет домой. То есть он... У него есть запасной вариант. Это двойное едно, понимаешь? У меня этого варианта нет, брат. Понимаешь? Я все сюда привез, вот так и все. Если останусь без ничего, я не боюсь. А он боится, у него второй вариант. Вот тут Игнатия Тихонович меня хорошо нажмет. И деньги у меня в кармане есть. Я быстренько поехал на Северский Борис. Вот, двойное едно. Ты хочешь, чтобы я был, как ты, с двойным дном. Не получится, я другой. Так что вы не приделываете двойные едны, потому что прорвет это двойное едно. Когда-то это двойное едно прорвет. Ты сейчас только у кого-то подыскиваешься, к нему, только мне, только Игнать Тихоновичу. Кругом ты бы подыскиваешься. Я говорю, так что думаю. И я не боюсь. А ты боишься, Игнатия Тихонович? Игнатий Тихонович борется 18. Я жил с ним ни разу 18 раз он не борется. Я видел. Понимаешь? Не суди. Ты же суди. Да я говорю правду. Причем здесь суди. Да, ты уже не отличаешь, где правду, где суд. Остановись. Ты только куда меня и упихиваешь. И уложься меня. И у вас суждение уже. Ты сейчас, если это Дух от Бога, ты раз остановишься и все. Так, отступил пока. Так, отступил. Так. Так, отступил.